По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, плановая иммунизация против полиомелита, кори, коклюша, дифтерии, столбняка и свинки ежегодно спасает жизни 3 миллионам детей во всем мире. А с помощью новых вакцин, которые будут разработаны в ближайшие 5-10 лет, можно будет предотвратить гибель еще 8 миллионов детей в год. Однако все чаще и чаще появляются высказывания о спаривающей эффективности и безопасности прививок. Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, волнует многих родителей. Давайте узнаем мнение специалиста клиники Медпарк. Сразу как рождается ребенок, в течение первых суток обязательно ставятся вакцины, которые помогают ему противостоять вирусу гепатита. Значит, в течение первых 24 часов ставится вакцина от гепатита. И до ухода ребенка из роддома обязательно ставится первая вакцина от туберкулеза БЦЖ-1. До 2 месяцев ребенку никаких других прививок не ставят. И в 2 месяца начинается активная иммунизация ребенка для подготовки его к встрече с очень многими болезнями, которые иногда бывают смертельными. Значит, в 2 месяца делается вакцина от гепатита, от полиомелита, от гемофильной палочки и наш знакомый КДС, который включает коклюш, дифтерия, столбняк. Также в последнее время, к счастью, дается вакцина в виде капелек против ротовирусной инфекции. И с 2013 года стала обязательной вакцина от пневмококковой инфекции, которая предотвращает от осложненных очень форм пневмонии, от отитов и от менингитов пневмококковых. Эти вакцины повторяются 3 раза. Значит, делается в 2 месяца, в 4 месяца. И такая же схема проводится в 6 месяцев, кроме ротовирусной инфекции. То есть, кроме каплей ротарикс. До 12 месяцев ребенок свободен от других вакцин. В 12 месяцев делается вакцина, которая помогает ребенку преодолеть встречу с инфекцией рор, так называемая коркраснуха паратидит. Наша схема национальная в Молдавии стала такой богатой, к сожалению, попозже, чем в другие страны, более развитой. В Соединенных Штатах ротовирусная инфекция встречается очень редко, благодаря тому, что вакцина против ротовирусной инфекции делается очень давно, минимум 10 лет. Также в странах Европы делается вакцина, которая предотвращает, или пневмококковая вакцина делается тоже много лет, и дети там болеют меньше. Наша страна стала закупать для всех детей на уровне страны попозже эти вакцины. То есть пневмококковая вакцина стала обязательной только с 2013 года. В развитых странах в годик включена и вакцина против ветрянки. То есть там проявляют против четырех. Коркраснуха паратидит и ветрянка. Поэтому у них эта проблема детства встречается очень-очень редко. Также в некоторых развитых странах существует и вакцина от менингитов. То, что у нас пока нет. И в принципе их календарь вакцинации намного богаче и намного разнообразнее. Все вакцины, которые покупаются на уровне страны, они проводят соцтендеры. То есть есть Всемирная организация здравоохранения, которая дает гарантии тому, что все производители вакцин очень строго соблюдают правила изготовки. При рождении вакцина против туберкулеза сделана, как правило, в Японии. То есть вакцина ПЦЖ, она японская на всей территории Молдавии. Бывают некоторые противопоказания для детей провести вакцинацию. Это острые аллергические реакции, это острые воспалительные процессы, это острая пневмония, острые пилонефриты, острые фибрильные состояния, судороги в фибрильные или эпилептические состояния. И практически это все. Другие заболевания, список противопоказаний очень коротк. Других противопоказаний нет. И ребенок имеет право на здоровый образ жизни. Без вакцин очень маловероятно, что наши дети будут здоровыми. В Молдавии прививают от болезней, которые еще являются смертельными. То есть от краснухи еще остаются в мире зарегистрированные смертельные случаи. Корище ООО на уровне мировой статистики вызывает смертельность у детей в 1% случаев, а дифтерия может привести к смертельному исходу в 10% случаев. Поэтому вакцина от дифтерии, она очень желательна, от других проблем тоже. Кашель у ребенка с коклюшем может длиться от 2 до 3 месяцев. Это очень мучительный кашель. И родители должны задуматься, хотят они через это пройти со своим ребеночком или лучше поставить вакцин. Вскоре после появления первой вакцины появилось движение антивакцинаторов. Один из самых популярных аргументов противника вакцинации – это предполагаемое содержание в некоторых прививках токсичных веществ, в том числе и ртути. Насколько верно это опасение, давайте спросим у нашего специалиста. В составе некоторых вакцин есть остатки ртути и других минералов, но это количество ничтожно и не может привести ни к каким другим побочным эффектам. Во всех наших фруктах, овощах, в продуктах находятся все эти микроэлементы. В таких мизерных дозах, в нанограммах, что не опасны совсем для ребенка. Бытует мнение, что грудное вскармливание защищает младенца в первые 9 месяцев от всех болезней. Так может и не нужно делать вакцину? На самом деле в молоке у мамы находятся какие-то антитела, которые помогают ребенку справиться с многими болезнями, в том числе и с некоторыми болезнями из списка, против которых мы вакцинируем. Но эти антитела достаточно работают максимум до года. Поэтому мы стараемся до 6 месяцев закончить календарь прививок, чтобы до года у ребенка сформировались свои антитела, которые помогут ему потом выживать или не переносить болезни в случае встречи с этими инфекциями. К сожалению, дети, которые не прививаются, являются источником в дальнейшем таких инфекций. И они опасны для других деток. Родители, которые не прививают своих детей, они вредят своему ребенку, во-первых, и вредят другим деткам вокруг. Очень часто родители опасаются хранения и перевозки вакцины. Насколько оправданы эти страхи, отвечает наш специалист. На самом деле, когда речь идет о транспортировке вакцины, закон очень строг. И все люди, которые занимаются этим, они очень серьезно к этому относятся. То есть риск привести, избегая холодную цепочку, не бывает. Его нереально найти где-то. Условия хранения и перевозки вакцин очень строго контролируются и государствами, и другими органами, включая, начиная с ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и заканчивая нашим Министерством здравоохранения. Впервые вакцины начали применять в 1881 году. На сегодняшний день вакцинация считается самым эффективным из известных в современной медицине способом борьбы против инфекционных заболеваний. Именно поэтому современные специалисты высказываются в один голос за прививание ребенка, особенно на первом году жизни. Если в течение 50 лет у нас в Молдавии делается вакцина против столбняка, заболеваемость снизилась от 140 до 0,3 на 10 тысяч населений. От дифтерии снизилась от 58-9 до 7. От коклюша снизилась от 7 тысяч до 70 детей на 10 тысяч населения. И от кори от 20 тысяч до 600 единиц заболеваемости. Заболеваемость гепатитом В в 80-х годах достигала цифр 2500. В 2000-х годах заболевает до 500 детей благодаря всей этой вакцинации. Каждый год на Земле рождаются 150 миллионов детей. Из них до 14 лет умирают 10 миллионов. Из этих 10 миллионов 3 миллиона детей умирают от болезней, от которых можно было бы прививать детей. То есть это жизни, которые нам не удалось спасти из-за других причин. Или родители не хотят прививать, или в стране нет вакцины подобающей. Надеемся, что в Молдавии этот процент будет наименее низок. И мы сделаем правильное решение для своих деток. Наши дети имеют право на счастливую, здоровую, долгую жизнь.